так ну вижу уже люди подключаются давайте потихоньку начнем вот прежде всего позвольте представиться меня зовут дмитрий со многими мы уже знакомы я менеджер по продажам компании adems личным но любимый надеюсь вами тоже коротко расскажу о регламенте сегодняшней встречи то есть я постараюсь максимально оперативно и не занимая много времени рассказать о нашей компании далее у нас будет небольшая презентация основного перечня наших нашего оборудования но вот возможно так как вижу что в основном в чате присутствуют те кто знаком с нашим оборудованием может быть мы тогда это время займем ответами на ваши вопросы хотелось бы чтобы встреча прошла более живо чтобы мы смогли ответить на интересующие вас именно вопросы ну и также другие зрители могли послушать и возможно для себя что-то интересное почерпнуть вот давайте приступим то есть коротко о компании мы с 2010 года работаем на развиваем рынок профессиональной заточки производим оборудование обучаем заточки инструмента также мы пропагандируем некий такой комплексный подход который позволяет вам обратившись к нам получить все необходимое для работы начиная от станков заканчивая расходными материалами так вот да далее мы также вот насчитали у нас достаточно много ниш для точнее не у нас для заточников достаточно много ниш которые они могут обслуживать здесь они у нас на экране перечислены вот можете с ними ознакомиться но я думаю уже все с ними хорошо знакомы вот ну и соответственно на экране вы можете видеть перечень основных наших станков которые мы производим думаю всем они уже знакомы вот забегая вперед может быть сейчас уже у кого-то есть какие-то вопросы касаемо станков технических каких-то нюансов инструмента которые на нее можно затащивать либо еще чего-то вы можете поднять руку мы дадим вам слово вы сможете задать свой вопрос желающих не видно давайте я продолжу давайте коротко пройдемся тогда по каждому из станков я коротко расскажу о его предназначении нюансах преимуществ их станка первым слайдом у нас идет станок адем стесар станок предназначенный для работы с бытовым инструментом достаточно широком его понимании это и ножи это садовый инструмент тяпки лопаты топоры это заточка столярного инструмента стамески строгальные ножи ну и в целом это некая рабочая лошадка которая в рамках мастерской позволяет решать какие-то работы по ну по металлообработке назовем это так то есть какие-то детали можно обтачивать на этом станке снимать град с чего-то ну то есть применение его достаточно широко какие основные преимущества станка то есть он нам позволяет затачивать инструмент за счет специальных держателей то есть у нас каждому инструменту предусмотрен специальный держатель либо устройство которое базирует инструмент относительно абразивной ленты и позволяет выдерживать угол ну и соответственно снижать человеческий фактор в заточке давайте пойдем далее станок adems pro 2 это тоже станок из серии станков для заточки бытового инструмента но забегая вперед этот станок может выполнять тоже широкий перечень задач если его до снастить различными абразивами держателями он может вам помогать в работе с парикмахерским инструментом и в реставрации также инструмента в том числе штатной комплектации он у нас предназначен для заточки именно бытового сегмента инструмента в большей степени это именно ножницы различные это и портновские это и садовые это ножницы по металлу то есть в большей степени именно ножницы ножи на нем затачивать также можно но есть нюанс здесь у нас работа идет на камне если сравнивать именно с гриндером предыдущим станком то за счет того что там мы можем использовать гораздо более широкий перечень абразивов быстро менять в процессе работы соответственно там мы можем добиться более чистого результата нежели на этом станке здесь у нас он ну скажем так мы затачиваем черно делаем черновую заточку делаем полировку но мы здесь ограничены именно быстрый быстрый смена абразива здесь также присутствует но мы ограничены именно в подборе тонкой подбора тонкого в абразивах в общем по преимуществам станка еще не подсказал станок оснащается трехколенным манипулятором который также позволяет выставлять угол снижает человеческий фактор в заточке вот и упрощает работу мастера станок также оснащен частотным преобразователем который позволяет регулировать скорость что немаловажно при заточке инструмента что еще добавить на станке у нас присутствует система сми быстрой смены абразивов так называемые профиксы это втулки которые позволяют вам в процессе работы быстро менять абразивы перед этим вы их устанавливаете на эту втулку калибруете и ложите спокойно на полку и в процессе работы очень быстро можете их менять давайте пойдем далее так станок адемс фронт плейт это станок узкоспециализированный он предназначен для работы с ножевыми блоками парикмахерских грумерских ножевых блоков а также ножи решеток мясорубок бытовых он оснащается планшайбой также присутствует у него частотный преобразователь который позволяет нам регулировать скорость для комфортной работы и менять направление движения диска то есть аверс-реверс так далее станок gmt2 я думаю всем известный то есть этот станок предназначен для заточки именно маникюрного инструмента основные его преимущества это манипулятор который позволяет нам жестко фиксировать инструмент зажиме тем самым снижая присутствие человеческого фактора ускоряя процесс освоения заточки что немаловажно именно если вы занимаетесь коммерческой заточкой вот и на этом станке мы можем совершать полный цикл операции по заточке маникюрного инструмента то есть от черновой заточки до полировки а станок одем затем у нас предназначен для реставрации инструмента именно вышлифовки полотна ножниц то есть эта операция предназначена нужна для того чтобы вернуть заводские параметры ножниц это очень важно так как тем самым вы продляете жизнь инструмента это ваше конкурентное преимущество по отношению к тем мастерам которые эту услугу не предоставляют вот то есть станок не затачивает инструмент он именно его реставрирует я думаю участники нашего видео звонка не с этим знакомы вот ну и наш флагман конечно же это станок adems full drive станок предназначается именно для заточки парикмахерского инструмента ножниц ножевых блоков он позволяет нам затачивать ножницы с углом заострения конвикс что очень немаловажно вот также ножницы с классическим углом заострения ножницы филировочные станок у нас оснащен манипулятором который как раз таки позволяет нам повторять выдерживать угол в первую очередь и повторять форму конвикс он также оснащен частотным преобразователем для регулировки скорости на нем возможность изменения вращения абразива аверс реверс также основным таким тонким нюансом этого станка является эластичная муфта которая препятствует передаче биения с вала двигателя на абразив так это следующая следующий станок это наша новинка это станок дем слайсер здесь вы увидите в полном его скажем так в полной комплектации то есть это по сути станок фронт плейд на который установили устанавливается устройство приобрести приобрести его можно как вот в собранном виде так и отдельно устройство которое видите наверху это наша новинка вот мы сейчас стараемся искать те направления которые были бы перспективны и сейчас мы видим большие возможности заточки инструментов мясо рыбоперерабатывающих производств то есть вот станок слайсер он как раз таки позволит зайти на рынок крупных может быть ритейлеров которые продают возможно какие-то мясные изделия им требуется нарезать его также это и производство которое у себя непосредственно производит такую продукцию то есть мы сейчас очень смотрим скажем так перспективно смотрим в это направление вот это наша новинка также у нас есть мы позаботились о наших клиентах и у нас есть готовые наборы это для тех кто скажем так не знаком заточка и он не знает что ему необходимо на первое время мы об этом позаботились и собрали готовые наборы не будем на них останавливаться то есть они у нас подразделяются по виду затачиваемые инструменты то есть набор например заточки бытового инструмента который состоит из нескольких станков и необходимого расходного материала который вам потребуется набор для заточки парикмахерского и грумерского инструмента также состоящий из двух станков есть еще набор у нас по заточки маникюрного инструмента который состоит из станка gmt2 и комплектующих вот также есть станок про 2 в комплектации для заточки маникюрного инструмента со всеми необходимыми материалами то есть в чем преимущество таких наборов приобретая такой набор вам не нужно думать где и что приобрести вы приобретаете готовое решение который вам позволит начать работать и не ломать голову что вам чего-то не хватает где бы это приобрести ну то есть мы заранее за вас все подумали и уже собрали готовое решение коротко пройдемся по акции у нас вчера был прекрасный праздник день россии всех поздравляю с этим праздником и в честь него мы сделали акцию при покупке станка затем доставка по территории россии будет бесплатно и буквально вот недавно анонсированная акция если кто-то планирует пройти обучение у нас в июле вы можете забронировать сейчас место на обучение и получить 10 процентов скидки на покупку до приспособлений которые производятся в нашей компании вот у меня по презентации все хотелось бы скажем так получить от вас какие-то вопросы может быть вот вижу вопросы недавно в чате писали что фронт плейд устает уходит в защиту от длительной работы с чем это связано и как этого избежать так попрошу пояснить что значит устает то есть на станке у нас использован промышленный вентилируемый двигатель соответственно режимов каких-то работы старт-стоп в смысле того что нужно давать ему перерыв особенно такого нет что что вы имеете ввиду устает и уходит в защиту поясните пожалуйста следующий вопрос какой ресурс и как его образе определить у лент трезак смотрите вот мы можем опираться на статистику которую нам предоставляет владимир сидоренко вот его мастерской если мне не изменяет память то комплекта лент он состоит из там ленты у нас а-100 а-65 что у нас там дальше а-30 а-16 а-6 крупных у нас побольше обычно используется так как крупное зерно облетает чуть быстрее мелкая мелких лент поменьше так как они облетают медленнее вот комплекта лент хватает примерно на 250 если не ошибаюсь заточек ножей обычно эти ленты используются именно для этих задач поэтому вот примерно такие цифры как определить что они уже их ресурс подходит концу ну это скорее будет видно по результату заточки когда вы затачиваете вы можете интуитивно понять что как будто бы съем металла происходит не так интенсивно как ранее можно таким образом тоже ориентироваться так побольше информации про вулканитовые круги про вулканитовые круги ну если вы чуть более детальнее развернете вопрос что именно вас интересует то есть вопрос широкий если рассказать просто коротко про вулканитовые круги но мы их используем для полировки в основном маникюрного инструмента это кусачки ножницы вот но какую какую подробнее вам информацию нужно если по маркировке давайте мы этот вопрос запишем и попробуем с вами отдельно связаться и более детально этот вопрос проговорить если пишет тесар под станком расположить ящик с отверстием для подключения утяжной системы пылесоса если я не ошибаюсь у нас в корпусе станка тесар внизу есть отверстие в том числе можно подключить даже по моему в самой плите на которой устанавливается станок есть отверстие для подключения вытяжки либо пылесоса вот посмотрите там эти отверстия должны быть gmt2 не хватает приспособления для жесткого крепления устройства для формирования абразивных кругов манипулятора большой рычаг хороший вопрос да сейчас действительно калибровка кругов происходит на за счет микро подачи и самого манипулятора да у может быть такое что при формировании может быть некоторый люфт вот но как бы пока у нас готового решения именно приспособления для устранения биения на gmt2 нет мы уходим из положения именно с помощью микро подачи и алмазного карандаша который устанавливается непосредственно в сам зажим вот василий поясняет для этого нужно делать отверстие в столе не хотелось бы это про вытяжку есть нюансы но по вытяжкам здесь вопрос такой подход достаточно индивидуальный вот понимаю что есть некоторые сложности но мы постарались сделать в тесаре возможность этого что касается как бы будет подвести там ведь в чем дело сам станок стойка она располагается достаточно низко относительно плиты вот и чтобы подводить но это нужно просто подымать станок сильно выше насколько это целесообразно это тоже вопрос я если вопросов пока нет то разрешите вот я тоже немножко подготовился и у меня есть некоторые вопросы к участникам вот нам хотелось бы становиться для вас лучше поэтому нам важно ваша обратная связь вот у кого какие трудности возникают при заточке инструментов могли бы поделиться может быть какой-то специфичный инструмент не получается затачивать либо какая-то операция вызывает сложности можно ответить в чате сообщение либо если кто-то готов выступить пожалуйста вы можете с помощью у нас есть такой функционал если вы нажмете так сейчас подскажу куда если нажмете на дополнительные отреагировать это можно поднять руку мы дадим вам слово или кто-то скажем так не готов поделиться может быть я продолжу по вопросам может быть у кого-то что-то есть сказать где вы обычно ищите информацию по заточке инструментов и было бы удобно если бы эта информация некая база знаний была в едином месте то есть со всеми накопленными знаниями чтобы можно было в одно место всегда приходите находить интересующий ответ на ваш вопрос хорошо может быть вот среди участников вижу много тех кто присутствует у нас в чате заточников в обучающем в обучающей группе также поделитесь чего по вашему мнению не хватает в курсе по заточке инструмента так мне тут подсказали что андрей хочет что-то спросить но я почему-то не вижу давайте пока андрей подключается если у него это получается я пока попробую ответить на следующие вопросы вот пишет василием при покупке станков нет видео по сборке установки станков кто был на курсах им показывали рассказывали а те кто был в школе изучают самостоятельно хотя видео у вас есть по каждому станку хотелось бы получить вместе станком и видео смотрите андрей вот извините василий что касается сборки станков если вы имеете ввиду подготовки абразивов к работе то по-моему даже у нас видео курсе которые вы тоже пользуетесь у нас есть там есть нюансы по подготовке абразивов если это какие-то тонкости именно в подключении самого станка то каждому станку у нас есть паспорт инструкция по эксплуатации который можно скачать в нашем на нашем сайте прям большая кнопка скачать паспорт и там вот эта первичная информация о том как подключить станок непосредственно подготовить его к работе на тоже есть поэтому всегда можно обратиться на сайт либо вы всегда знаете где нас найти связаться с нами мы вам подскажем обязательно но спасибо за вопрос это хороший вопрос может быть мы подумаем как более чтобы не возникало таких вопросов может быть мы придумаем что сделать чтобы клиенты сразу получали такую информацию когда приобретают станок друзья тут александр спрашивает что у него нет звука поделитесь пожалуйста у всех есть звук все слышат хорошо ресурс планшайбы вижу вопрос по статистике это где-то 500 тире 750 ножевых блоков все очень сильно будет зависеть от того насколько они были изношены то есть у каждого это цифра индивидуально но она где-то будет диапазоне от 500 до 750 примерно так у нас в нашем магазине есть щечек который помогает измерять как раз таки количество заточенных ножевых блоков что позволяет вам отслеживать ее ресурс скажем так также вы можете заметить что планшайба изношена когда вроде бы вы все делаете все как обычно но почему-то как раньше не получается то есть ножи плохо затачиваются это тоже нужно будет задуматься о том что видимо ресурс ее исчерпался ее нужно там либо перетачивать либо приобрести новую саша слышно меня да здравствуйте меня дмитрий завод это игорь дробин да я там в чате по поводу планшайбы как бы да это вот я писал то есть вот твоя фраза она будет как бы не совсем корректно в этой ситуации почему я не в коем случае не умничаю там ничего я просто вот тут услышал и сразу мгновенно то есть такие ситуации уже встречались то есть иногда бывает ситуация когда человек затачивает на планшайбе он на ней работает он привык на ней работать и по прошествии времени он возможно ускоряется в процессе заточки и немножко как бы так алтурит и поэтому вот фраза когда вы вот работаете и затачивать и чувствуете что-то не так она немножко ну неверно как бы так вот я бы сказал потому что там может быть именно человеческий фактор а я вот как раз задал вопрос про планшайбу то есть да у некоторых ребят есть лекальная линейка которую можно приложить на планшайбе увидеть что там где-то яма а вот если ее нет но при этом ты работаешь достаточно интенсивно да и вот как именно вот этот может быть момент поймать что все она стала кривой я вот так вот наверное спасибо ну я в целом с вами согласен здесь действительно очень много человеческого фактора и я имел ввиду то что вот один из вариантов задуматься о том что планшайба уже подходит ее ресурс подходит завершение это именно то что ну как будто бы что-то идет не так опять же да тут я с вами соглашусь некоторые начинают действительно ускоряться и возможно это человеческий фактор это просто некая такая галочка одна из которая должна заставить задуматься не пора ли ее переточить или заменить спасибо хорошо саша вот такой вопрос еще я где-то пораньше я вот просто уточнить опять где-то пораньше возможно я прочитал что у вас есть возможность я и для всех сразу для чата да кто смотрит вот у вас есть возможность то есть мы можем отправить вам обратно планшайбу вы ее проточить или нет или только выкинуть вон смотрите ранее да такое действительно было сейчас возможно это временно она сейчас большая нагрузка на производство планшайб мы сейчас их не принимаем пока в переточку было распоряжение руководства пока приостановить именно прием планшайб на переточку так как вот все основное занимает именно производство нового поэтому пока время но такая возможность была и возможно будет да значит что мы должны купить опять новую планшайбу за такие серьезные деньги ну соглашусь вами то есть будущем возможно опять вернется та услуга при которой мы можем вернуть обратно посылкой и переправить то есть переточить ее по новой да чтобы она то есть а сколько раз ее можно перетачивать в таком случае раза два три ориентировочно да здесь все будет зависеть именно от ее износа то есть если например у некоторых такое случается что срывается нож и выбоина на планшайбе слишком глубока приходится снимать достаточно большой слой в этом случае она переживет меньшее количество переточек вот если это просто восстановление ее параметров то да наверное где-то два-три раза это можно будет сделать ну надеюсь что да со временем у нас эта услуга вернется она была достаточно востребованной вот но мы всегда рекомендуем клиентам иметь подменную вот с точки зрения обслуживания клиентов если вы отправляете планшайбу на переточку ранее это занимало где-то 4-5 недель вот это время станок простаивает то есть в этом случае желательно иметь подменную какую-то возможно например если у вас только одна планшайба есть смысл приобрести вторую новую эту отправить на переточку и потом ее держать как некую подменную на тот момент когда ваша рабочая будет перетачиваться то есть это вот тоже такой момент есть в работе хорошо второй вариант второй еще вопрос второй просто вопрос да по поводу чугунной плиты то же самое давай про чугунную плиту поговорим потому что у меня уже ресурс чугунной плиты у меня двусторонняя да и допустим одна сторона у меня уже ресурс у нее будет сейчас я тебе точно скажу ресурс у меня наверное уже штук 200 блоков вот но с учетом того что я все-таки очень тщательно смотрел курсы по видео да как бы при заточке ножевых блоков на плите я использую всю поверхность плиты то есть не так чтобы где-то в середине ты восьмерку рисуешь когда затачиваешь а именно я стараюсь работать прямо по всей по всей плите вот и вот как бы тоже вот у нее как ресурс как с ресурсами 200 блоков я просто нет у меня то есть пока проблемы с заточкой нет но на будущее я же понимаю что это не может длиться бесконечно да и у меня есть еще вторая сторона и хорошо еще сразу попутный вопрос наверно чтоб у вас есть плита двусторонняя так точно 10 тысяч да вот еще есть односторонняя в настоящий момент я извините я вас сразу перебью вот сейчас односторонних нет у нас один вид плит остался до двухсторонние квадратная 200 на 200 просто ваше качество ее изготовление но никто не может повторить поэтому как бы вы как перетащить ее точно так же обратно отправить вам смотрите по плитам сразу да я понял вопрос сразу по плитам с ними несколько сложнее с точки зрения того что мы не можем дать гарантии на то что вот к при ее шлифовке под рабочей поверхностью не образуется каких-то раковин и рытовин кстати к плитам очень долго у нас у нас ранее внутри тела да 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 то есть можно скажем так добиться обратного результата можно сказать так вот мы действительно по плитам у нас были ранее односторонние но вот мы нашли человека который нам удовлетворяет наше качество то есть по плитам сказали что никто не может повторить вот и мы вот с ним сейчас сотрудничаем и делаем раньше да действительно были больше плиты но даже на них на новых при шлифовке мы могли получить вот такой результат с раковыми и рытовинами мы прям даже писали что допустимо на поверхности в каких-то местах вот браковины и это же листья чугуна это технологическая там она не исключено да да и соответственно вот когда плита шлифуется вот есть вероятность того что внутри при снятии поверхность образуется раковина вот тут как бы риски все клиент берет на себя поэтому мы в целом скажем так тоже предоставляли такие услуги по выравниванию плит но поясняли все вот эти риски которые перед клиентом стоят поэтому чисто технически это можно сделать но нужно понимать что есть риски я понял ресурс от 200 блоков вот у меня да я просто точную сумму сейчас не ой точную цифру сейчас не скажу вот но ориентировочно уже 200 точно есть то есть насколько ее ресурса вот в принципе хватит или это опять зависит индивидуально от от того как мы на ней работаем да вопрос сильно индивидуальный да вот сейчас мне подскажут нас время выходит мы сейчас перед подключимся и заново ссылку пришлем тем кому интересно продолжить по плите здесь немножко просто более сложный я вот на сейчас не готов он точно сказать ресурс ее в количестве ножевых блоков я попробую выяснить и давайте я вам отдельно тогда после видеозвонка я уточню и вам меняю не останавливая станка что еще раз повторите пожалуйста меняю ленты не останавливая станка в процессе работы устройство вашего станка тесар позволяет так делать да и это на объем вот когда работаешь ленты же меняешь прям очень удобно ну рад что вам понравилось хорошо спасибо вам ну по вашему вопросу после видео встречи я задачу поставлю с вами свяжемся хорошо буду ждать спасибо спасибо вам поперечное биение вулканитового круга из коробки это брак или пишут по поводу балансировки вулканитов смотрите такая ситуация особенно поперечное биение это вы имеете ввиду торцевое не радиальное а с торцов вообще при при я выключите пожалуйста звук я сейчас попробую все спасибо по калибровке самого вулканита то есть обычно его калибрует по радиусу то есть чтобы не было радиального биения а потом его профилирую если вулканит по торцам дает сильное биение то с этим сложно что-то поделать это скорее либо брак производственный при производстве когда его прессовали что-то некачественно сделали вот из этого из этой ситуации как можно выйти ну либо поискать такое положение относительно вала то есть вот привалочной поверхности где он наиболее будет приемлемо работать вот но калибровать его вот именно с торцов достаточно сложно вот скорее это производственный брак так вот здесь нас спрашивают планируем ли форум здесь валентина спасибо ответила да если как коллеги если у кого-то есть пожелания в том числе и там по форуму может быть есть пожелания по изменению или дополнению курсов обучающих если у вас есть какие-то пожелания мы будем рады их выслушать вот поэтому не стесняйтесь коллеги но я предлагаю если вопросов больше ни у кого не осталось спасибо вам всем за участие вот надеюсь было полезно всего доброго если вдруг возникнут какие-то вопросы пожалуйста обращайтесь к нам напрямую будем рады всем большое спасибо за участие всем до свидания